Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Я приветствую всех, кто смотрит программу «Манафест» в разных странах. Приблизительно 9 месяцев в году мы снимаем нашу программу в Израиле на Святой Земле. Сегодня мы снова находимся в Иерусалиме и готовы послужить вам словом. Позади меня находится приблизительно 160 партнеров служения «Голоса ангелов», которые приехали сюда со мной из разных частей Соединенных Штатов. И мы хотим благословить наших партнеров из служения «Горосеум». Не правда ли прекрасно, что мы можем быть здесь? Вы довольны? Прежде чем начать учить, я хочу задать вам один вопрос. Есть ли разница между тем, чтобы быть лично здесь и слышать об этом месте в церкви? Это прекрасно, да? Я хотел бы поделиться с вами словом, которое открылось мне несколько месяцев назад. Называется оно, как правильно истолковывать библейские предсказания. Прочитаем с вами второе послание Петра, 1 главу, 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Это значит, что оно не будет гласить о том, о чем бы ты хотел, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки». Я уверен, что вы обращали внимание на то, как много вещей составляет сегодня предмет для спора. К примеру, христианство, иудаизм, ислам, индуизм, буддизм, вера. Каждая из этих религий отделяет их друг от друга. В политике демократы выступают против республиканцев, выступающих против самоведвиженцев, выступающих против движения Чаепития, выступающего против всех остальных новых партий. У всех есть свои мнения и отличия. Сейчас хочу заявить кое-что. Имею в виду через эту программу. Самый частый предмет для споров, вне зависимости от того, учите ли вы о его истинности или ложности, это не спасение и даже не крещение Святым Духом. Это библейские предсказания. Если вы верите во Второе пришествие, и вы даже употребляете слово «восхищение», вас наверняка удивит тот факт, что если я произнесу это слово на камеру, что я только что сделал, мне будут слать письма на почту «Пэристоун, еретик». «Пэристоун пойдет в ад за то, что он обманывает людей и учит о восхищении». Послушайте вначале, что я хочу до вас донести. Различия в трактовке библейских предсказаний о времени Второго пришествия Христа никак не связаны с еретичеством. Это когда ты называешь кого-то еретиком, в то время как сам, истолковав предсказания, как тебе хочется, выкладываешь свою интерпретацию в интернет. Еретичество — это когда кто-то называет себя христианином, но при этом отрицает, что Иисус был Божьим Сыном. Таких церковь называла еретиками. Тот, кто говорил, что Иисус пришел на землю в обличии ангела, что он был ангелом с небес, а не Божьим Сыном, считался еретиком. Тот, кто не верил, что он родился от девственницы, считался еретиком. Итак, еретик — это тот, кто отрицает основополагающие истины апостолов, и я верю во все основополагающие истины апостолов. Так вот, давайте с вами поразмышляем над этим, все, кто здесь находится. Как расходятся мнения касательно вопроса о восхищении? Некоторые люди верят, что это случится до суда, другие говорят, что это будет во время суда, а третьи говорят, что это произойдет спустя 7 лет после суда. Некоторые говорят, что в Библии нет точной информации на этот счет, поэтому нам не стоит об этом задумываться. Другие говорят, что эта информация может не быть в английском переводе, но она есть в переводе святого и иронима, с греческого на латынь. Первое послание Фессалоникицам, 4 глава. Он перевел слова «мы будем восхищены», использовав латинское слово, от которого позже произошло слово «восхищение». Совершенно по-разному люди интерпретируют такое явление, как «великое бедствие», грядущее в последние времена. «Великое бедствие», по словам большинства евангелистов и теологов, это временной отрезок в конце человеческой эры, длиною в 7 лет. Книга Даниила, 9 глава, 27 стих. Название «Великое бедствие» мы встречаем в 24 главе «Матфея». Это период, разделенный на два, по 42 месяца каждый. Это и есть апокалипсис, описанный в Откровениях, но есть еще так называемые претеристы, которые верят, что все предсказания о втором пришествии Христа исполнились в период между 66 и 70 годом нашей эры. Разрушение храма, наука, о которой говорил Иосиф Флавий, странная космическая активность. Они пытались донести миру, что все предсказания, которые мы относили к будущему, уже произошли в Израиле с еврейским народом. Поэтому великого бедствия больше не намечается. Есть еще группа людей, которые верят, что период великого бедствия начался совсем недавно, и что скоро будет снята первая печать. Другие верят, что мы находимся посреди великого бедствия. Другими словами, однозначного мнения насчет великого бедствия пока не сложилось. Мы поговорили о восхищении, о великом бедствии, а теперь плавно перейдем к израильскому народу. Хотите верти, хотите нет, но некоторые христиане в Америке верят, что народ Израиля не играет никакой роли в предсказаниях о последнем времени, потому что они не верят в последние времена. Они верят, что народ Израиля — это такой же народ, как и все прочие, и он никак не связан с апокалипсисом. И вот почему они так считают. Они верят в так называемую теологию замещения. Согласно этому учению, христиане заняли место евреев, а церковь заняла место Израиля. И все предсказания, в которых говорится об Израиле, теперь относятся к церкви. Но эту теорию нетрудно опровергнуть, обратившись к 11 главе послания к римлянам. В этой главе апостол Павел говорит о том, что язычники, словно ветви, привились к древу Израиля. Он говорит о том, что язычники уверуют и заместят евреев. Но затем говорит, что народ Израиля снова обретет спасение. И если мы ставим церковь на место Израиля, Павел говорит, что вся церковь будет спасена, то не теряет ли смысл это учение? Нам необходимо учитывать такие вещи. Писание нельзя интерпретировать, как хочется. Мы должны верно преподавать слово истины. Верно преподавать слово значит говорить, что есть места Писания, написанные для отдельных людей, есть места Писания для церкви и есть места Писания для евреев, а также, в которых говорится о различных народах. Верно преподавать слово означает не придавать ему свои смысловые оттенки. Наука об интерпретации текстов называется библейская герменевтика. Она помогает интерпретировать слово максимально объективно. Поговорим об антихристе. Паритеристы верят, что Нерон был антихристом, поэтому в последние времена мы не увидим антихриста. Некоторые верят, что антихрист — это дух, который всегда обитал на Земле. И в последние времена он не явится в теле человека. Другие, и я отношусь к их числу, знают, что в Новом Завете о нем говорят, используя личное местоимение «он». Значит, он мужчина. Откровение, а точнее Иоанн, написавший Откровение, описывает его как человека с царством. Десять царей последуют за ним. И если мы почитаем Новый Завет, второе послание Фессалоникица, там сказано об антихристе, дается его описание. Мы увидим, что ни в одном историческом источнике не описаны все те события, которыми знаменуется пришествие антихриста, исходя из этих стихов. Даже когда к власти пришел Гитлер, и к нему присоединился итальянский диктатор Муссолини, некоторые люди полагали, что они есть те самые лже-пророк и антихрист, которые были описаны в Откровении. Но, очевидно, это было не так. Возможно, имелись определенные сходства с тем, что грозит нам будущим, но это еще ничего не означает. Мы можем продолжить эту тему, а можем поговорить о тысячелетнем царстве. Как-то в 90-х я попал на международную конференцию с доктором Рэем Брубейкером, и там было двое молодых людей, которые очень старательно всех провоцировали. Они подходили к ученым людям и говорили, что царства не будет. Они написали целые научные труды, в которых пытались доказать, что тысячелетнего правления Христа не случится. Я скорее поверю словам пророка, у которого было настоящее видение, который написал книгу в Библии, чем двум молодым людям со своим мнением. Хочу обратиться ко всем верующим из разных стран. Будьте осторожны, читая о подобном в интернете. Сейчас любой человек может создать веб-сайт. Иногда туда просто закидывают необработанную информацию и цитируют кого-то, пытаясь сопоставить факты. Люди не проводят необходимых исследований и не изучают слово в должной мере для того, чтобы максимально точно понять значение анализируемых ими стихов. Люди позволяют себя обмануть и верят тому, что не имеют под собой твердого основания в виде истин и списания. Или же они позволяют разуверить себя в чем-то, во что они на самом деле должны верить. Я бы хотел поговорить об этом какое-то время. Есть множество мнений насчет множества вещей, в том числе относительно жизни после смерти. Некоторые люди верят в сон души. Они верят, что душа и дух остаются в теле после смерти, и так вплоть до воскресения. Но когда мы читаем второе послание Коринфянам 12 главу, где Павел говорит о попадании души в рай, «Там сказано, что душа покидает тело, чтобы воссоединиться с Богом». В Евангелии от Луки мы читаем реальную историю о том, как погибает богач, его душа и дух покидают тело и низвергаются в ад, а бедняк после смерти попадает в рай. Из чего можно заключить, что когда ты умираешь, твой дух и душа покидают твое тело. Сам Иисус испустил дух на кресте. Если душа и дух остаются в теле после смерти, значит, дух и душа Иисуса после смерти находились в гробу. Но в Библии написано, что прежде чем душа Иисуса вознеслась на небо, она не зашла в преисподние места земли и проповедовала там заключенным духом. Когда он восстал из мертвых, он взял с собой духов из того мира. И это уже совсем другое учение, сейчас не об этом. Хочу еще немного поговорить с вами о том, как правильно интерпретировать библейские предсказания. Когда Иисус впервые пришел на землю, он был рожден в городе Вифлеем и рос в Галилее. В Писании сказано, что даже когда Иисус ходил по земле, многие не понимали, кем он был. Когда несколько людей, которые слышали проповедь Иисуса, подошли к фарисеям и сказали, «Мы видели Мессию, который шел из Галилеи», в ответ им сказали, «Из Галилеи не приходит ни один пророк». Но это неправда, я могу перечислить имена пришедших из Галилеи. Они совершенно запутались, и вот почему. Во времена Иисуса эта территория была оккупирована римлянами. Еврейский народ ждал прихода Мессии, который бы освободил его из-под римской оккупации. Когда же на землю пришел Иисус, он это сделал не для того, чтобы победить римлян, он пришел, чтобы победить лукавого. Первое пришествие Христа было искупительным. Он пришел в образе жертвенного агнца. Его второе пришествие будет в образе льва Иуда. Хочу прочитать вам еще кое-что. Иисус приходит на землю, как уроженец Вифлеема. Иосиф возвращается из Египта и поселяется в Вифлееме. Там он начинает бояться, что новый царь, родственник Ирода, найдет Иисуса и убьет его. Но когда угроза миновала, ангел приказывает ему вернуться в Галилею, в Назарет, где и жил Иисус, пока ему не исполнилось 30 лет. Иоанн пишет следующее. «Многие из народа, услышав все слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. И так произошла о нем распря в народе. Вот что это значит. Пророк говорит, что тот, кто будет править миром, придет из Вифлеема. А Иисус был родом из Вифлеема. Поскольку он не жил в Вифлееме, и впервые явил себя людям не в Вифлееме, люди начали цепляться к словам пророка. Они говорили, «Погодите-ка, если бы он был Сыном Божиим, Мессией, то он пришел бы из Вифлеема. Он там родился». Я говорю это к тому, что они не уловили суть. Они вырвали несколько слов из контекста и интерпретировали их так, как им вздумалось. Касательно предсказания последнего времени. Я был здесь, в Израиле, несколько лет назад, и общался с арабами, мусульманами, христианами. Арабы-христиане признают авторитет Библии, как мы сами. Они тоже принимают наиболее объективные интерпретации, и сейчас между израилетянами и арабами, в том числе и христианами, происходит столкновение на почве политических убеждений. Поговорим о политике. Один брат мусульманин сказал мне, он назвал меня братом Перри, он сказал, «Брат Перри, я хочу тебе кое-что сказать. Мы считаем, что если бы Америка не помогла израилетянам закрепить за собой статус нации на собрании ООН, здесь бы все еще была Палестина». Он сказал, «Именно христиане помогли народу Израиля вернуться на родину». На что я ответил, «А подумай вот о чем. Если бы не персы, евреи бы все еще были в Вавилоне. Потому что евреи спокойно жили там до тех пор, пока не пришли персы и не захватили Вавилон. И лишь после того, как царь Персии Кир издал указ, разрешающий евреям вернуться, те снова оказались на своей родине». Я могу рассказать вам не один случай в истории, когда Бог использовал другие языческие народы. Он использовал народ Ливана. Хирам из Ливана помогал Соломону строить храм, хотя он не был евреем, он был язычником, поэтому не так важно, кто кому помогал. Вы знали, что на собрании ООН Россия поддержала закон о возвращении евреев в Израиль, и они внесли немалый вклад, помогая евреям обосноваться на своей исторической родине. Грубо говоря, воссоединению народа помогали именно язычники, и я цитирую, «не только христиане». Обратите внимание вот еще на что. В книге Исаии сказано, «Рождался ли народ в один день? В один раз, как Сион. Едва начал родами мучиться, родил сынов своих». Другими словами, об этом было сказано. Было сказано о том, что евреи вернутся на родину и снова нарекутся народом Израиля. Об этом я сейчас и говорю. Когда предсказание понятно и без пояснений, не надо пытаться по-разному его интерпретировать. Согласны? Отлично. Если присутствует некий символизм, как в книге Откровений, то вся остальная Библия каким-то образом поможет нам проинтерпретировать этот символизм. Я вам сейчас это докажу. Мы с вами этого не репетировали, но я хочу, чтобы вы сейчас громко ответили на один мой вопрос. Как я уже сказал, если в предсказании присутствует некий символизм, как в книге Откровения, то вся остальная Библия поможет нам интерпретировать. Мы с вами этого не репетировали, но кого символизирует змей? Мы с вами этого не репетировали, не так ли? Дамы и господа, хочу спросить вас, договаривались мы с вами о чем-нибудь до этой программы? А кого символизирует агнец? Иисуса, и вы абсолютно правы. Голубь. Мы с вами это репетировали? Хорошо. Я веду к тому, что мы уже знаем, как интерпретировать символические образы в Библии, потому что их поясняет сама Библия. Когда вы интерпретируете предсказания, вы не можете придать им тот смысл, который вам кажется наиболее адекватным. Вы должны сперва углубиться в Библию. И зачастую, читая первые пять книг Библии, Тору, вы обнаружите, что символизм встречается уже там. И сейчас я бы хотел поговорить с вами о чем-то очень интересном, о том, как одна ошибка может исказить целое предсказание. Один из отцов ранней церкви много-много лет назад написал о том, что с момента сотворения мира до пришествия Господа пройдет шесть тысяч лет. Он оттолкнулся от того, что на сотворение мира было потрачено шесть дней, и они символизируют шесть тысяч лет. На седьмой день Господь отдыхал, это и есть тысячелетнее царство, но Он пользовался септуагинтой. Это собрание переводов Ветхого Завета с иврита и частично арамейского на греческий. По каким-то причинам септуагинта не использовалась в период с рождения Адама до рождения Христа. И вот что случилось. В первом и втором веке люди верили, что от рождения Адама до того времени, которое мы сейчас определяем как пятый век, прошло шесть тысяч лет. Отца ранней церкви цитировали другие отцы ранней церкви, которые начали свое учение сразу после того, как появилась первая церковь. Что произошло? Когда наступил пятый век, Римская империя прекратила свое существование на Востоке. Когда Римская империя прекратила свое существование на Востоке, ее территорию заняло десять германских племен. И отцы церкви начали думать, а не знамение ли это, апокалипсиса, который описывал Даниил. Они ждали пришествия Христа в пятом веке, когда этого не произошло, спустя шесть тысяч лет. Они начали учить и проповедовать о том, что книга Откровения была написана в форме аллегории. Это произошло с одобрения Агустина, после чего они начали учить о том, что церковь заменила Израиль, а христиане заменили евреев. Именно в пятом веке зародилось это учение о замещении. И вот в чем суть всего вышесказанного. Отец ранней церкви ошибся в расчетах на полторы тысячи лет. Он этого не осознавал, потому что он использовал септуагинту вместо оригинала на иврите. Если бы он обратился к первоисточнику на иврите, он бы понял, что от рождения Адама до пришествия Христа должно пройти четыре, четыре с половиной тысячи лет. Он просто запутался в расчетах. Я говорю это все не так просто. Почему-то и есть люди, которым это нравится. Я скажу честно, вы меня знаете, я люблю числа Библии. Я могу объяснить вам, что они означают. Я изучал число 45, и на еврейском оно переводится как «что?» Я предсказал, кого изберут президенты, потому что, когда это произошло, все начали говорить «что?» «Что-что?» «Что произошло?» Помните? Я написал об этом книгу. Я люблю числа, но очень часто люди изучают Писание и пытаются почитать какие-то сроки. Они основываются на числах, на определенных переводах и днях и превращают дни в года, пытаясь вывести какую-то формулу, которая поможет подсчитать тот самый день, когда Господь придет на Землю. Помню, как однажды услышал предсказание о мнимом параде планет. Он точно произойдет. Появится жена, облаченная в Солнце, и Солнце расположится здесь, Луна тут, созвездие Льва там. Мне писали люди и говорили, что в сентябре произойдет восхищение, а я им говорил «нет». Скажу вам почему. Потому что, когда все заболевают подобной апокалиптической лихорадкой, я объясню вам, как я понимаю, что этого не произойдет. Вы готовы? Потому что Иисус сказал о дне же том и часе, никто не знает. И если весь мир думает, что это произойдет тогда-то, в этот-то день, такого-то месяца, то все, он не придет. Он придет тогда, когда все скажут, «Да, ничего не случится, еще года три точно». Вот когда он придет. Именно в этот момент. Я очень осторожен, когда речь идет о числах, когда речь идет об интерпретациях. Я не читаю газеты, где пишут, «Иисус грядет». Вот моя Библия. Я читаю, что говорит она. Но нам нужно научиться интерпретировать библейские предсказания правильно. И чтобы этому научиться, нам нужно соблюдать правила интерпретации Писания. Об этом можно говорить долго, но я хочу подвести итог. Не бойтесь изучать предсказания и Божье Слово, но слушайте учителей, рассуждающих здраво и опирающихся на Писание. Изучайте то, что может произойти согласно предсказаниям о последнем времени. Возможно, это одно из самых интересных учений сегодня. Все это произойдет здесь, на земле, на которой мы сейчас находимся. Мы вернемся через несколько мгновений, другой проповедник поделится с вами еще одним учением на Маннафест. Он грядет. Мир не знает о его пришествии и опасностях его правления. Некоторые ранние отцы церкви считали, что этим человеком станет император Нерон, когда воскреснет из мертвых. Из-за некоторых мест Писания некоторые греческие ученые называли Иуду Искариота, сыном предательства и считали, что он воскреснет из подземного мира, чтобы стать одержимым бесами человеком, который приведет мир к войнам и отчуждению. Другие знают, что определенные библейские стихи предсказывали появление Гитлера и потому считали его антихристом. На этом DVD-диске «Жив ли сейчас антихрист?» Пэри углубляется в историю ранней церкви и изучает предсказания и описания, чтобы представить вам точный рассказ о том, чего ожидать от антихриста и его царства. Вы узнаете об этом и многом другом. Вместе с диском в комплект входит книга Пэри Стоуна, «Восьмое царство», которая объясняет, «Как радикальный ислам повлияет на последнее время». Эта книга подробные выдержки из книги блокбастера «Спустить зверя с поводка». Вы прочтете о шести основных империях мира, которые расцвели и пали, и о приближении седьмой империи, которую поглотит исламская империя, родившаяся на Среднем Востоке. Также вы прочтете о связи между библейскими и многими исламскими предсказаниями и о том, что у них общего. Вы узнаете о возвращении духа древнего Вавилона и по-новому взглянете на знак зверя. Восьмое царство приближается, и эта книга предоставит вам удивительную информацию. Предложения ограничены по времени, особенно учитывая угрозу международного террора и вероятность ядерной войны между народами. DVD-диск и книга доступны в течение короткого времени. Они могут стать вашими за пожертвования в 30 или более долларов. Вы можете заказать этот комплект по телефону, указанному на экране, либо на нашем веб-сайте. Также вы можете написать нам по почтовому адресу, который также указан на экране, сделав отметку предложения ЕК 127. Наш адрес Перри Стоун, почтовый ящик 3595. Это прекрасная книга. О толковании предсказаний. И именно сейчас настало время вам узнать о Восьмом Царстве. Существует очень много различных мнений о том, как правильно интерпретировать библейские предсказания. Я понял, что когда люди высказывают свое мнение, и оно не основывается на Писании, на все 100%, то ему легко можно противопоставить истины со страниц Библии. Что насчет этого или того, но если вы оттолкнетесь от правильной доктрины, такого с вами не произойдет, и вы сможете ответить на любой вопрос. Возьмите это себе на заметку. Хочу напомнить вам, что я буду учить в церкви место исцеления в среду вечером 4 апреля в Баттон-Руш. Надеюсь, вы сможете попасть на служение. Я давно там не был, и, вероятно, еще долго потом не появлюсь. Поэтому я буду вас очень ждать. Церковь Жизнь Воскресения тоже давно там не был. Грандвиль, штат Мичиган. Воскресенье 22 апреля. Будут там на всех служениях в воскресенье, так что приходите. Хочу напомнить вам о конференции в Церкви Божией в Принстон-Пайк, которая пройдет с 4 по 6 мая. Вы, конечно, это знаете, но хочу еще раз напомнить, что вы можете следить за нашими новостями в Фейсбуке на странице служения Перри Стоуна. Хочу предупредить вас, что если люди от моего имени добавляют вас в друзья, знайте, что это не я. Мы не отправляем заявки в друзья. Мне приходится раз в месяц говорить об этом по телевидению, потому что есть люди из Америки и из других стран, которые выдают себя за меня, за Джона Хэйги или других служителей. Знаете, что это не они, и помните, что у нашего служения есть только один аккаунт, на который подписаны сотни тысяч людей. И мне очень не хочется занимать этим эфир, но я вынужден, потому что вы должны знать, что это не мы. Спасибо, что были с нами, приходите на служение, где мы будем проповедовать. Международный саммит будет просто улетным, мы почти готовы к нему и ко всем служениям на нем. Не упустите это время, Кливленд, увидимся там. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Пери Stone invites you to join him for his 2018 Israel tour. The dates are November 19th through the 28th with an optional visit to Petra in the country of Jordan. Call 1-888-321-3629 or visit perrystone.org for more information and how to register. Seating is limited, so call today. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok